Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Путин потребовал собрать и без того мертвого бизнеса деньги на оккупированные регионы Украины. Владимир Путин поручил задействовать средства крупного бизнеса, чтобы профинансировать аннексированные территории Украины, разрушенные в результате российского вторжения. Программа развития новых субъектов РФ, о присоединении которых власти объявили в ноябре, должна быть готова к концу первого квартала, заявил Путин в среду на совещании с членами правительства. Китай сокращает закупки российского угля в пользу австралийского, поскольку австралийский качественнее. Уехавшим из РФ IT-специалистам обещают бронь от армии и обратный билет. Минцифра приступила к разработке мер, с помощью которых государство рассчитывает вернуть в страну уехавших из-за войны IT-специалистов. Пакет готовят вместе с профильными ассоциациями, сообщил коммерсант. Ключевое предложение – гарантированная бронь от призыва в армию. Участники рынка считают, что ее нужно закрепить на законодательном уровне, поскольку такая мера носит декларативный или временный характер. Среди других мер по заманиванию айтишников обратно в РФ обсуждается частичная оплата перелета в страну. Частичная, они еще и торгуются, сообщил глава совета директоров Базальт-СПО Алексей Смирнов. При этом предполагается не только прионити, но и кнут, в качестве которого рассматривается повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто работает за рубежа, даже если формально они остаются налоговыми резидентами. Однако эта инициатива пока под вопросом и не поддерживается в министерстве. Кто-то еще верит в эти меры поддержки? Получается, поддерживать они будут от мер, которые сами же и приняли. Против депутата Законодательного собрания Карелии от партии Яблоко Эмилии Слабуновой возбудили административное дело дискредитации армии за призыв тратить деньги на школы, а не войну в Украине. По ее словам, донос написал депутат парламента Карелии от Единой России после ее выступления на заседании комитетов регионального Заксобрания, на котором обсуждались проблемы перегруженности школы и обеспечения учебных заведений психологами. Автор доноса ФСБ, МВД, СК и прокуратуру Леонид Леменчук, уточняя телеграм-канал FromKarelia, в нем он приводит слова Слабуновой, в которых он усмотрел дискредитацию армии. «Важно, чтобы строились школы и на те налоги, которые зарабатывают их родители, и они поступают в бюджет, чтобы эти налоги тратились не на военные операции, а на строительство школ, чтобы детям не приходилось учиться в две смены, а в некоторых регионах в три смены», якобы сказал на заседании Слабунова. Также Леменчук посчитал дискредитацией репост телеграм-канали Слабуновой, сообщение Яблоко, в котором содержалась критика решения об объявлении в РФ мобилизации. В России анонсировали военные сборы для неслуживших россиян старше 30. Неслужившие россияне старше 30 лет и находящиеся в запасе ждет привлечения к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Об этом сообщил член комитета Госдумы России об обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень много сделать, в том числе у нас должны быть обученный мобилизационный резерв», пояснил Соболев. «Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы», уточнил депутат. «Для тех, кто в запасе или в резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы», добавил Соболев. Бывший заместитель министра обороны Ирана и основатель Центра стратегических исследований Альери Заакабари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, говорится в заявлении Министерства информации и разведки Исламской Республики. Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции. Этим шпионом британских служб стал Альери Заакабари, цитирует заявление агентства ТАСНИМ. Активисты радикального православного движения 4040 написали заявление в СК на солиста Little Big из-за 6-секундного видео в Инстаграме. На видео музыкант Илья Прусикин катается на скейтборде в форме креста. Сторонники движения требуют проверить действия Прусикина на предмет оскорбления чувств верующих, то есть часть 1 статьи 148 УКРФ. Талантливый исполнитель Илья Прусикин, солист группы Little Big, записал видео с кощунством в отношении креста Господня, допуская, что господин Прусикин не осознавал духовных последствий своих действий и не осознает, но уверен, что он предвидел последствия правовые, предусмотренные уголовным законодательством, считать юрист движения Георгий Солдатов. Напомним, Прусикин после начала войны в Украине эмигрировал из РФ в США, и он и солистка группы Софья Таюрская неоднократно высказывали свою антивоенную позицию. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо! У самолета Ан-26-100 авиакомпании ИР-Аэра открылся люк прямо во время полета. На борту находилось 25 человек, включая экипаж, и в результате никто не пострадал. Пассажиры отделались летевшими шапками. Как рассказал The Insider, авиаэксперт, ресурс этих самолетов Ан-24 и Ан-26 уже давно закончился, и система замков дает сбои. Заменить самолеты РФ нечем, поэтому Росавиация просто продлила срок эксплуатации до 50 лет. Просрочка по-путински. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика!